Сегодня состоялась очередная сессия Государственного Совета Чувашии. Триде основных вопросов повестки – отмена субсидий госслужащим, разграничение полномочий в сфере охраны окружающей среды, особенности применения системы учета оборота алкогольной продукции. Более подробно в нашем репортаже. С 1 января 2016 года организации торгующей алкогольной и спиртосодержащей продукции должны быть подключены к единой автоматизированной информационной системе учета оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, сокращенно ЕГАИС. До 1 июля эта норма касается оптовых продавцов, а с 1 июля и розничные продавцы в городских поселениях должны будут подтверждать факт продажи. Единственное исключение – на полтора года до 1 июля 2017 года от этой необходимости освобождены организации, работающие в населенных пунктах, в которых отсутствует точка доступа к интернету и где проживают не более 3000 человек. В Чувашии 188 таких поселений. В течение года необходимо обеспечить 66% территории Чувашии высокоскоростным интернетом, чтобы система ЕГАИС заработала без сбоев. Передача данных не только зависит от того, что там будет проложено оптиковолокно, оказывается, еще и мощность, и скорость, все это влияет на передачу данных. Естественно, мы понимаем, да, если покупатель приходит на точку торговую и хочет купить, скажем так, спиртной напиток, и если, значит, интернет не будет достаточно, скажем так, достойно работать, он может не купить. То есть какой-то парадокс может пойти, значит, приобрести, скажем так, на каких-то нерегальных точках. Чтобы таких вот вещей не было, значит, чтобы, как-то, скажем так, защитить интересы и бизнеса, скажем так, и непосредственно потребителей, вот составлен перечень сельских поселений. Парламентарии рассмотрели в первом и втором чтение законопроект о разграничении полномочий органов власти Чуваши в сфере охраны, окружающей среды, обеспечения экологической безопасности. Предусматривается разработка и реализация отдельных региональных программ в сфере оборота твердых коммунальных отходов. Кроме того, депутаты одобрили проект закона о приостановлении индексации зарплаты и выделении жилищных субсидий госслужащим Чуваши. Такое вознаграждение не выплачивается в республике второй год. С учетом сложившейся сегодняшней экономической ситуации и средней зарплаты по Чувашской республике, ну, надо, наверное, тоже государственным и гражданским случаем потянуть пояса. Депутаты заслушали отчет Министерства внутренних дел по Чувашской республике о деятельности полиции в 2015 году и Чувашского линейного отдела МВД на транспорте. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.